Что я постараюсь делать, и прошу прощения, если это будет немножко бессвязно, потому что я буду, так сказать, импровизировать. Ну вот, современные религии, те религии, которые сегодня существуют в мире, это как раз и есть те религии, которые возникли во севое время. То есть на протяжении, в основном, первого тысячелетия до нашей эры, и заканчивается это время победой ислама, то есть седьмым веком нашей эры. Причины, которые вызвали к жизни эту религию, эту вот религиозную перемену, перемену философскую и многое другое, я уже вам перечислял. Изменились представления человека о себе. В этом смысле очень большой интерес представляет как раз Библия, потому что она заключает в себе очень архаические представления, и довольно поздние, уже затронутые эрлистическими представлениями и так далее. Я потом об этом скажу более подробно. Дело в том, что моя наука, которой я занимаюсь, собственно говоря, официально, ассириология, то есть история древнего ближнего, да история древней Месопотамии, Ассирии, Вавилонии, Шумера, она возникла первоначально как вспомогательная дисциплина библеистики. Вот, искали подтверждение Библии там. Самое забавное, что их находили. Находили их, причем еще при самых ранних раскопках Месопотамии, была совершена такая сенсационная находка. Был найден текст о всемирном потопе, о котором рассказывается в Библии. Правда, это был обломок текста, обломок блиненной таблички. Может быть, вы уже знаете, что жители древней Месопотамии писали на глиняных табличках. С одной стороны, это было хорошо, потому что они не гниют, эти таблички. А с другой стороны, это было плохо, потому что они бьются, разбиваются, рассыпаются. И, что еще хуже, они продолжают разрушаться до сих пор. Дело в том, что в глине происходят какие-то там химические процессы, я их не очень понимаю. Там начинают расти кристаллы гипса, и таблички рассыпаются на мелкие кусочки. Ну, иногда спасает обжиг этих табличек, но иногда вот от него и рассыпаются. Вот найден был кусок этой истории о потопе, и газета «Таймс» отправила туда экспедицию специальную с заданием отыскать второй недостающий кусок. Ну, шансов было, например, один на миллиард, естественно. И, тем не менее, они нашли второй кусок. И таким образом, значит, выяснилась странная вещь. Оказалось, что вот эта табличка, которая старше Библии, она содержит в себе библейскую историю. То есть, одну из библейских историй. Табличка была, между тем, постарше того раздела Библии, где все это рассказывается. Почему для нас предстоит особый интерес Библия? Ну, во-первых, просто потому, что она лежит в основе основной религии, принятой в нашей стране. Во-первых, во-вторых, потому, что Библия является важным историческим источником. И вот тут начинаются коренные расхождения. Для верующего человека то, что написано в Библии, это святая истина, она не подлежит обсуждению. И вопрос о том, как вообще возникли эти тексты, даже не должен подниматься. Эти тексты есть Слово Божие, возвещенное нам пророками, и все тут. На этом обсуждение кончается. Но историков, конечно, интересует степень достоверности библейских сообщений. Как проявляется вообще обычно в науке достоверность каких-либо документов? Ну, если это подтверждается независимыми источниками, какими-то другими документами, желательно бы еще из другой страны, хорошо бы, то, значит, наверное, так оно и было. К сожалению, события, происходившие в Израиле и Иудее, в тех странах, где возникла и создалась Библия, начинаются довольно поздно в клинописи, например, в клинописных текстах. Они только с VIII века встречаются там. И, в общем, более или менее они подтверждают сообщение Библии. Ну, там, расхождения всегда могут быть, варианты всегда могут быть. Дело в том, что тут надо иметь в виду одну вещь. Когда какой-то текст переписывается много раз, то неизбежно возникают варианты. Каким образом возникают варианты? Ну, кто-то что-то пропустил. Кто-то что-то от себя для ясности добавил. Кто-то ему показал, что это непонятно, он даже не существовал представления об авторском праве, что нельзя ничего менять без ведома автора и так далее. Да и какого тут автора? Слово Божие, какие авторы? Вот кто-то там чего-то переврал, значит, он объясняет. Кто-то написал на полях какие-то там комментарии, а следующий переписчик решил, что это не влезло в текст, кто-то пропустил, а потом на полях написал и засунул в основной текст туда его. «Поэтому, вот особенно сейчас, стало ясно, что в древности не существовало канонического текста Библии одного, а было несколько вариантов. Особенно это стало ясно, когда было совершено вот это знаменитое открытие рукописи «Мертвого моря». Это были самые древние дошедшие до нас библейские тексты, там в том числе были, датируются II-III веком до н.э., хотя, конечно, по сравнению с лозовством Библии и это пустяки, но вот там выяснилось, что существует расхождение. Существовало несколько изводов, как говорят пророкописи Библии, или несколько изводов библейских книг, может быть, общего канона текста Библии еще вообще не было, эти книги ходили отдельно, существует древний греческий перевод Библии, это чтобы вам было понятно, почему есть расхождение в разных переводах Библии. Существует древний греческий перевод Библии, он был выполнен в III-II веках до н.э., в Александрии, где в это время пребывал главный центр эллинистической учебности. В Египте в то время было много евреев, они не употребляли более в быту еврейский язык, они говорили по-гречески, а также для того, чтобы ознакомить и других с этим делом, греческие, эти, египетские цари Толемеи повелели перевести Библию на греческий язык. Ее перевели, ну, существует предание о том, что этот перевод осуществляли 72 человека, по 6 человек от каждого из колен, 12 колен, 12 колен, 12, 72. Каждый из них переводил весь текст от начала и до конца, когда они сверили это, оказалось, что все 72 перевода совпадают до запятого. Из этого, конечно, стало ясно, что сам Господь Бог споспешествовал этому переводу, и все, этот текст стал каноническим греческим текстом. Ну, на самом деле, все не так просто. Во-первых, на самом деле, этот перевод осуществлялся на протяжении двух или больше веков. Тем не менее, этот греческий перевод так и называется «септуагинта», то есть Библия 70, ну, 70 — это округленно, чтобы не говорить, 72. Он отличается от канонического еврейского текста Библии тем. Во-первых, туда вошли не все книги, греческий перевод больше, содержит книги, не вошедшие в греческий, в еврейский канон. Ну и, во-вторых, внутри книг там есть разночтения. Не очень серьезные, но есть. Здесь надо делать такой прыжок через тысячелетия и вернуться, значит, в нашу страну. Во время христианизации Руси был осуществлен славянский перевод Библии, но не с еврейского оригинала, а с греческого перевода. Вот с этой самой «септуагинты». Этот перевод до сих пор является главным переводом в церкви, хотя теперь есть перевод на живой русский язык. Причем очень долгое время, это был единственный перевод на так называемый церковно-славянский язык. Церковно-славянский язык, он не просто, он не древнерусский, просьба не путаю, это не древнерусский язык, это другой язык. Это скорее древнеболгарский язык. Ну тогда еще расхождение между славянскими языками не было столь велики, как теперь. Но, конечно, существует такое расхождение, и вот это надо тоже иметь в виду. И лишь в XIX веке, во второй половине XIX века, был осуществлен перевод Библии на русский язык. Язык. Это недавно из него. При этом, поскольку каноническим являлся, каноническим православной церкви являлся вот этот церковно-славянский перевод, переводили с него, но сверяясь там, где это возможно, с еврейским оригиналом. Вот такая была сложная техника всего этого дела. Вот этот текст, который мы с вами сегодня читаем, это так называемый синодальный перевод Библии, он возник таким образом. Ну, нужно еще, мы с вами много говорили о культуре, нужно еще сказать, что этот текст очень сильно повлиял, церковно-славянский текст, очень сильно повлиял на русский язык. Дело в том, что церковно-славянский перевод Библии, когда его делали, и греческий перевод Библии, когда его делали еще раньше, он должен был отвечать целому ряду требований канонических, нам с вами, конечно, совершенно чуждых, но для них это было обязательно. Во-первых, необходимо было перевести все слова, ни одно слово не должно было остаться без перевода, даже артиклей, которых, скажем, в славянских языках нет. И необходимо было соблюдать порядок слов. Порядок слов должен был быть соблюден греческого перевода. А греческий перевод, в свою очередь, соблюдал порядок слов еврейского перевода. В результате получился очень странный греческий язык. Дело в том, что, вот мы с вами говорили о языках, чтобы вам было понятнее, значит, уважаемые лингвисты, не знаю, сообщали ли вам, что все языки мира делятся на языки аналитические и языки синтезирующие. Вам не сообщали этого? Нет? Значит, языки аналитические – это те языки, в которых связь между словами в предложении определяется при помощи порядка слов и служебных слов, предлогов, союзов и прочих разных. Ну, скажем, как в значительной степени в английском языке, да? Поэтому там очень жесткий порядок слов. Если вы в английском языке поменяете слова местами, изменится смысл фразы, да? Вы понимаете это, да? Вот по-русски можно сказать «я иду домой», «домой я иду», «иду я домой». Это все будет означать одно и то же. По-английски это будет означать вопрос, утверждение и так далее, да? «Иду ли я домой?» Так вот, греческий язык позволяет делать такой перевод, потому что греческий язык аналитический. Русский язык тоже позволяет делать такой перевод. То есть, простите, я не хотел сказать не аналитический, а другой тип языка – синтезирующий язык. Синтезирующий язык – это такой язык, в котором связь между словами в предложении определяется изменением слов, склонением, спряжением, падежами, вот такими всякими штуками. Понятно? И здесь, конечно, слова можно ставить в каком угодно порядке, если не меняет дело. Вот латинский язык такой, греческий язык такой. Чисто аналитических и чисто синтезирующих языков не существует. Там всегда преобладает какая-то сторона. Ну вот почти чисто аналитическим языком является китайский язык. По этой причине, когда китайскую иероглифику стали использовать для японского языка, а японский язык не аналитический, а китайская иероглифика не передает ни падежи, у них там нет способа передавать падежные, окончания и прочие такие вещи, то это вызвало большие затруднения, пришлось изобрести алфавит, и в Японии пишут так, основу слова иероглифом, а префиксы и суффиксы алфавитом. Вы можете спросить, зачем же, если есть алфавит? Писали бы уж все алфавитом, мы не мучились. Традиция. Вот это как раз пример силы традиции. Но это сильно, возвращаясь к Библии, я должен вам сказать, что это сильно повлияло на языки, на которые переводили Библию. Ну, например, когда мы говорим «отец мой», это калька из Библии, потому что нормально следовало бы говорить «мой отец». А дело в том, что в еврейском языке существует так называемое энклиптическое притяжательное местоимение, местоимение, которое присоединяется к слову. «Ави» — «мой отец». Или «отец мой». Потому что «и» — это и есть «мой». На самом деле это одно слово. Иначе по-русски это не передашь. В результате этого вот наш высокий стиль в русском языке, вот то, что Ломоносов называл высоким стилем, это есть в основном кальки из библейского языка. Или, например, такая вещь, как для нас, кажется, характерна для Библии, такой «и встал, и сказал, и пошел, да?» И вот это «и-и-и-и-и». На самом деле то, что там написано в оригинале, это просто показатель того, что события идут в определенном порядке. Больше ничего. Это вообще переводить не надо. «Считал, сказал, пошел». Все. Но поскольку переводить надо было все, как я уже сказал вам, то вот переводили вот таким вот манером. Теперь самые древние рукописи Библии, вот до рукописи «Мертвого моря», они были довольно поздними на самом деле. Вот у нас в нашем рукописном хранилище, нашего института хранятся не целый список, к сожалению, а только куски, датируемые VI веком нашей эры аж. А вот такие старые, которые относятся еще до нашей эры, это кумранские рукописи только. Что представляет собой Библия? Библия – это собрание памятников, разных времен. Собрание текста в разных времен. В разных переводах они, кстати, расположены по-разному, это тоже надо иметь в виду. Порядок библейских книг тоже разный. Различного содержания. Там есть эпос, там есть поучения, там есть сказки, там есть проповеди, там есть летописи, и многое-многое другое. Библия – это целая библиотека, короче говоря. Но вместе с тем, вот в результате многократного упорядочивания, соединения этих текстов, Библия может рассматриваться как один, единый, целый, цельный текст. Ну, христианская Библия делится еще на Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий Завет – это то, что в общем и целом соответствует еврейской Библии, в какой степени и как мы должны доверять тому, что там написано. Понимаете, это очень сложный вопрос. Вот говорят, есть в Библии рассказ о всемирном потопе, и есть на аккадском языке рассказ о всемирном потопе. Да, это несомненно связанные друг с другом рассказывают, потому что хотя миф о всемирном потопе есть практически у всех народов мира на самом деле. Но здесь мы имеем дело точно с одним источником, не всякого сомнения. Потому что подробности здесь важны. Здесь подробности, которые полностью совпадают. Постройка ковчега, там вот птицу он выпустил и так далее, и так далее. Это все тут есть. Но при этом важно иметь в виду, что тем не менее смысл этих историй совершенно разный. вот это надо иметь в виду. В каком смысле он разный? О чем рассказывает Месопотамская, Месопотамский текст о всемирном потопе? Он рассказывает о том, как человечество едва не погибло из-за каприза богов. Угалдели очень люди, и боги решили их утопить. Все. Надоели. И спаслось благодаря капризу одного бога, который вот там одного человека любил и решил его выручить. И поэтому он ему сообщил, что будет потоп, велел построить ковчег. Значит, так оно все он так и сделал, и потом его поселили боги на краю земли, даровали ему бессмертие. Там его навестил Гильгамеш. Кто такой Гильгамеш, я надеюсь, вы знаете. Это герои самых важнейших и наиболее известных сочинений на аккадском языке. Вот, все. А в чем смысл библейского рассказа о всемирном потопе? А смысл библейского рассказа совсем другой. Это рассказ о том, как человечество едва не погибло из-за своих грехов, это другая религия, помните, я говорил вам, это этическая религия, и спаслась благодаря одному праведнику. То есть, на самом деле, это две совершенно разные истории. Вот, читая Библию, всегда надо иметь в виду, что там всегда есть не совсем и не сразу заметный нам подтекст, который дает нам совершенно другое содержание. конечно, очень легко раскритиковать все это, и говорить, что да, это не соответствует историческим данным, конечно, не соответствует, так это не для того и написано. Это памятник этической религии, религии спасения, религии откровений, вот всего того, о чем я вам говорил, и его содержание вовсе, и смысл его заключается вовсе не в том, чтобы сообщить нам, когда жил такой-то царь и что он делал. Это вот как раз наша работа, моя. Оно сообщает нам, вот эта Библия сообщает нам о том, как существовало человечество, сотворенное Богом и им управляемое, направляемое, наказуемое, поощряемое и так далее. То есть это, понимаете, Библия, библейская история, это не совсем история, как мы с вами ее понимаем. Библейская история, та история, которая рассказывается Библией, это история о том, как осуществляется Божий замысел, а не просто перечень событий. и вот это существенное различие надо всегда иметь в виду. Ну, там есть очень древние части, которые проверке практически не поддаются, потому что у нас нет других источников на эту тему, скажем, рассказ о судьях, например. Но с другой стороны можно быть уверенным, что это более или менее соответствует действительности, потому что это известно, этот институт судей известен у других семитских народов древности, значит, вполне могло быть и у них тоже, у древних евреев. Очень интересен рассказ о том, как израильтяне обзавелись царем, например. В Библии рассказывается по этому поводу следующее. Они жили коленами, племенами, они управлялись судьями, это были такие вот племенные вожди, по-нашему говоря, такие харизматические личности, а потом они потребовали от пророка Самуила, чтобы он поставил над ними царя. Как они это мотивировали. Они мотивировали это, пусть будет у нас царь, как у других народов, сказано там, и пусть он воюет наши войны, судит нас, и так далее, и так далее. Это очень интересный момент. Дело в том, что мы из истории знаем, что заимствуются изобретения, вот есть такая точка зрения, она довольно основательная, что все важнейшие изобретения, которые сделали человека, человеком, были сделаны один раз и очень быстро разошлись по всему свету. Вот один раз кто-то додумался использовать огонь, один раз кто-то додумался сделать лук, один раз кто-то додумался сделать колесо, ткацкий станок и другие вот такие вот основы человеческой цивилизации, они по всей вероятности были придуманы один раз. знаете, чем это доказывается очень интересно? Вот история вообще, я люблю говорить своим студентам, что история поставила эксперименты на все случаи жизни. Вот есть цивилизация до Колумбовой Америки, которая была географически изолирована, и как ни странно, они не могли додуматься сами до совсем простых вещей, это была блестящая цивилизация, они письменность придумали, они строили там пирамиды, бог знает что еще, но додуматься с того, чтобы сделать весы, они не смогли. Колесо нет, они не изобрели колесо, а лук они принесли с собой из Азии еще, когда переселялись в Америку. То есть, понимаете, вот это очень важно, так что заимствуются не только технические изобретения, заимствуются институты, заимствуются государства, заимствуются законы, заимствуются много-много всяких вещей, письменность заимствуется. И вот они позаимствовали эту самую должность царя, и по-видимому действительно так и было. Причем там даже очень интересно отражена такая вот борьба, они вообще-то как все кочевники, они не любили государство, кочевники государства не любят до сих пор, бедуины, они так к государству относятся очень кисло. Есть там такая знаменитая притча о деревьях, очень интересная, о том, как деревья искали себе царя. они обратились к кедру, ну, роскошное, самое большое дерево, которое они только знали, и пригласили его к себе в царь, и он сказал, не пойду я к вам царить, неинтересно. Они обратились к пальме финиковой, пальма сказала им, зачем это мне, меня за мои плоты славят боги и люди, не буду я ничего над вами царствовать. Они обратились к винограднику, виноградник ответил, ну, что же, мое вино веселит богов и людей, зачем же, что мне еще надо? И тогда они обратились к терновнику, ну, совсем уж к никчемному растению.